Добрый вечер. Икая роль отводится на Гомельщине недержавному сектору экономики, ведая Олег Синтероу. 38 тысяч субъектов господарения, минавито стольки приватных предприемств и индивидуальных предпринимателей сегодня зарегистрировано в Гомельской области. Только в этом году они перелечили в бюджет 3 триллиона рублей, без малого четверти от агульных поступлений. С увеком того, что это пока что постоянно увеличивается, необходимо мерковать, что законодательство по потребности малого и среднего бизнеса ждет дальнейшая либерализация. С 2009 года коренным чином изменились подходы до регистрации приватных предпринимателей, когда до этого необходимо было отрабатывать официальный дозвол, да еще чекать амаль месяц. Теперь необходимо просто подать заяву, зарегистрировать повинный на протягу суток. Сегодня у коментации экономики Гомельского оборудования завершается распроцовка методичных рекомендаций для индивидуальных предпринимателей по умовам ведения бизнеса в рамках Евразийского экономического союза, а так само с уникальным изменением айчинного законодательства. На недержавный сектор экономики не просто великие надеи, на гомичные зимы связывают планы по росту реального сектора экономики. Ничего не максимального, кажется, и нема, было бы ожидания. У якости прикладу китайский опыт. У меня один из представителей китайской компании никогда не сказал, что, знаете, какой-то там кризис, какие-то там проценты ставки высокие или еще что-то нам мешает. Ставят напряженные, можно сказать, запредельные задачи и самое главное, их достигаем. Особливая увага к кредитованию приватных предпринимателей и индивидуальных предпринимателей. Да дайте худкости вашему бизнесу. Это слоган одного из зачинных банков. Усей разумеют, риски невертания кредитов от недержавных предпринимателей, особенно начинающих свою деятельность, могут быть достаточно великими. Али с другого боку, эти сектор экономики способны эффективно працовать в умовах рыночной конкуренции с худким переходом на выпуск заправды за потребованные продукции. Это предприятия все-таки более рисковые, потому что они не имеют достаточно залогов, не имеют недостаточно оборотных средств. Понятно, что здесь риски больше для банков. Но если говорить в целом, как бы, все-таки эти предприятия могут быстрее перестраиваться на новые рынки, изготавливать новую продукцию, особенно то, что касается производственных предприятий, и им проще перестроить свою стратегию, оптимизацию численности, оптимизацию продуктов, процессов. В последний час Гомельская область становится все больше привабной для замежных деловых колов. Правда, по широку причин, представников далеких замежа сярует их не вельми шмат. За последние пять годов, например, в регионе зарегистровали 130 малых и средних предприемцев с российским капиталом, 50 с украинским и только 13 с польским. Теперь этот перекос плануется выправить. А тому на нараду по пытаниях развития бизнеса запросили гандлевого советника посольства Польши в Беларуси с Бигнева-Шмуневского. Представники этой краины сегодня могут зарегистрировать предприемства практически на таких же умовах, как и местовые предпринимательники. Мы будем им предлагать тут Гомельскую область и территорию Гомельской области, потому что тут вообще интересная и промышленность, и люди, и экономика этой области очень интересна. Александров, Валерий Гапаньков, телерадо-компания «Гомель». Чарговая телефонная размова с жихарами региона у похваливших их пытаньях отбудется завтра. Представники и выканаучей улады проведут промые линии. С 9 до 12 и 1 с вороты грамадян будет принимать керавник справа у Гомельского обл. конкама Алена Владимировна Кличковская. Нумер телефона у Гомели – 75 12 37. Параллельно промые линии проведены местник старшини Гомельского Гарвы Конкама Сергей Анатольевич Радзюк. Звонков от жихарова областного центра чекают по номерам 75 18 54. Эки завсёды по субботах промые линии будут организованы так само у районных администрациях и райвы Конкама. Спрастить процедуру проходжения контролю, скоротить черги и не покинуть махчымастей для контрабанды. Система обмену попередней информации помеж мытнями Беларуси и Украины почала работу в пункте пропуску «Новая Гута». Бюджет проекта больше, чем 4 миллиона евро. Якие перспективы у системы и у чим я ей иншие особливости, ведают наши корреспонденты. Символичный натиск электронной кнопки система «Прыникс» починает опрацовывать информацию. Сегодня взаимодействие мытных служб Беларуси и Украины выходит на новый уровень. Система не только спрощает оформление документов, а лезка рачает час чекания на мяжи. Фура с товаром яши знаходится на беларуским боку, а уседаденные про ее в режиме онлайн уже есть в украинских мытников. Тому про пересечения мяжи оглядать и проверять ее не треба. Одинная система обмену информации отповедает усим международным стандартам. Агульная цена проекта больше 4 миллиона евро. Распрацовали его беларусские и украинские специалисты, так само международные эксперты. Обмен информации был и прежде, но он был такой, знаете, не в режиме реального времени и не системный. С введением этой системы мы получаем более тесное взаимодействие. Думаю, что примерно процентов на 30-40 будет сокращено время. А также, что наиболее характерны те грузы, которые уже проверены и надежным образом отправлены беларуской стороной, они просто будут исключены из группы риска. Пункты пропуску «Новая Гота» и «Новая Ярыловича» отримали новое специализованное обсталявание. Амаль по сотне мытников Беларуси и Украины обо двух боков пройшли на вучение в Европе. Мы хотим поблагодарить Беларусь и Украину за то, что они взяли на себя инициативу по реализации такого проекта. Я считаю, что это поможет обеим странам, их экономике, государствам и улучшит межличностные контакты. Новая система, сгодно со словами специалистов, не покинет шансов для контрабандистов. Изначально во главу угла мы ставили вопросы безопасности. То есть безопасное трансграничное перемещение товарных потоков через границу Беларуси и Украины. Как следствие, повышая безопасность, мы выходим на инструменты, позволяющие упростить совершение таможенных формальностей при трансграничном перемещении грузов. У перспективе система Прынекс з'явится на усіх пунктах пропуску беларуско-украинской мяжи, затем на усіх остальных погранпероходах краины. Олеся Рудзянкова, Вольга Холодович, телерадиокампания «Угомель» при патринце агентства теленавинов. В системе професійно-технічной адукации Республіки Беларусь спойнилася 75 годов. Сьогодні у Гомелі з гэтой нагоды на базі обласного дома навученців і работнікаў установ професійной адукації бэл організаван урачысты сход. У дзелу ім прынялі дзеючай работнікі і ветераны системы прав техадукації. У вазі гостей былі прадставлены выставы досягненняў установ середнього звяна. Причым акцент рабіўся на презентацію наибольша аутеритэтных ліцеў і коледжаў, які былі першымі адкрыты на Гомельщине. І на дворот – экспазіція сучасных технічных распрацовак і креатывных арт-праєктаў. Пратягнулася мероприємства святочным концертом з удзелам гомельських артыстаў. Па час ягот былось узнагороджа нелепшых работнікаў системы прав техадукації в області. За 75 гадоў яна перадоліла ане просты шлях і толькі дзякаўчы кадрам і мудрому кераўництву. Змогла захаваць сябе, примножыць ў сваім развіці і вызці на новыў зроўін якасной адукації. Падрыхтоку высоко кваліфікованных спеціалістів, западрабаванных ў розных галінах народно-господарчага комплексу нашай краіны. Хачу выразіць слова искренній благадарності ветеранам, руководителям, замістителям руководителям, старшим мастерам, мастерам і препадавателям системы профтехобразування за их вклад в развитие системы, за подготовку высоко кваліфікованных спеціалістів. Пожелати всем крепкого здоров'я, благополуччя, успеху, удачі. А нынешніму пакалінію, прадалжэні добрых традицій наших старшых препадавателі і работнікам системы профтехніческого образування. На Гомельщині завяршылась аграмадская акція «Дарагое слово мама». На протягу тыдня ў дзілу ёй прайнялі каля трусоч мадзетных і молодых маці з усіх районів в області. Праграма акцій прадуглежвала праведзенні шырагу святочных концертаў і прайомаў з уручэнім падарункав ад арганізатораў обласного адзілення Беларускага фонду Міру. Фінальным акордом став ўрочысты концерт, які адбылся ў Гомелі. На ім пабывала наш корэспондент Вероніка Ворошеліна. По традицію, ўрочыстыя закрытё ў грамадской акція «Дарагое слово мама» проходзіла ў Гомельскім державным дорожнобудовнічым коледжі. На яркое ведуічное шоу запросіли жаншын мати з Гомеля, а так само Ветковскага і Добурскага районав. Заслужаных мати і ветеранов працы на святі зустракалі хлебам солью. Хлеб в соль принімаю заслужаные матері, ветераны труда. Сёня та грамадская акція «Дарагое слово мама» юбилейная пятае паліку. Яна сабрала ў актові зале жаншын розных узростов і професій, яких аб'ядновывае адзінае гоноровая звання мати. Задача нашей этой акції прежде всего сказати добре слово нашим матерям за ту большую работу, которую они проводят по воспитанию нашего подостайшого поколення, за ту работу, которую они проводят на производство і за ту работу, которую они проводят в плані миротворчества, миролюбия. По часу рачистості організаторы ушановували ўдільніць у шматліких номінаціях. Жаншына-керавнік, молодая шмадзітная мати, а так само жаншын, які нараділи дяті 21-го вересня у День Міру і тых, що займаються актівной громадській і миротворчай дейністю. За п'ять гадів проведення акції «Дарагое слово мама» ў знагороды і подарунки отрымали більше к тысячі жаншын. Подобные урачистості на Гомельщине завсёды проходять у тёплой сябровской атмосферы. І ў гэтам заслуха організаторам. Гомельське адзілення фонда мира являець для нас флагманом в работе. Такое огромное количество проектов, такое огромное количество программ. Ацэніваць роботу Гомельського фонда мира можна толька самай высокой, самай высокой ацэнкай. У наступным годі акція «Дарагое слово мама» протягні своё шэстя по Гомельщине. Бо пакуль на землі жавы жаншыны, які наслушаць добру, житялюбству і мласырнасті, а берагаюць материнскай малітвай і любою, мы павінны быць ўдячнымі, уважливымі ў своїх учынках. І обовязково шынаваць і берагчы гэта бесценная шчастя. Вероніка Варашыліна, Ігр Марышчанка, Телерадоя, кампанія Гомель. І аб спорці. Міжнародный юнацкі гандбольны турнір проходзіць ў гэтай дні ў Гомелі. У спаборніствах прымаюць ўдзел команды з Беларусі, Расіі і Україны. Нашу країну працтавляюць гандболісты обласного центра Олімпійського резерву пагульнявых видах спорту. За спаборніствами сочыць Максим Савін. Дзве команды Санкт-Петербургу, па адной з Чехова, Пярмій, Києву. Географія даволі широкая, многі ў Гомелі не ў першыню. Іх привабливая высокий узоровінь правядзення турнірова, так сама конкуренція. Проходных гульняв календар нікому не абяцая. Эці команды к нам не разу же приїжджали, то есть это наши давні друзья. Они с удовольствием к нам ёздят, потому что созданы все достаточно хороші условия, призы хороші і ровная команда. Самое главное, що приїжджають, вони сыграють здесь за 4 дня па 6. На старці турніру гомельчані саступіли каманді з Чехова. Ясше два матча завершили ў нічыю. На гэты з паборніству гандболістов і тренерів ёсь конкретная задача – отримаць вопыт і падрихтавацца до республіканській спартакіяды, якая пройдя празд два тыдні. Гости так само разглядають турніру гомель як або яскову частку треніровачного процесу. Цель основна – это подготовиться к нашому чемпионату России. Этот турнір в плані подготовки у мене стоял зарані. Наіграться, опять же, наладить связи. Переможцца турніру стане вядомы заутра. Максим Савін, Валерий Гапанько, Телерадио, компания «Гомель». Новіны регіоны, інформацію об проєктах Телерадио, компанії «Гомель» ви можете знайсті на нашым сайті у інтернеті. Па адресі www.tvrgomel.by. І на гэтым випуск завершений. У студии працавала Наталія Ігнатєнка. Я і моя колеги жадаєм вам добрага вечара. До нових зустріч у ефіре. Дякую.